Культура потребления контента жителями по сравнению с предыдущим годом не изменилась, свидетельствуют результаты недавнего исследования, проведенного в Великобритании. Отличия касаются лишь частных аспектов. Например, пользователи стали реже смотреть прямые трансляции спортивных состязаний, отдавая предпочтение сериалам и художественным фильмам. Основными драйверами онлайн-потребления остаются низкая стоимость, широкий выбор контента и возможность смотреть видео в удобное время. При этом продолжает расти объем потребляемого легального контента, в то время как объем потребления нелегального контента либо остался тем же, либо сократился. Примечательно, что аналитики делят тех, кто использует контент нелегально на два типа – осторожные нарушители и опытные нарушители. Первые испытывают беспокойство от того, что нарушают закон, вторые пользуются нелегальным контентом спокойно и сознательно. По мнению экспертов, первая группа чувствительно реагирует на предупреждение о последствиях пиратства и поэтому с большей вероятностью может изменить свое поведение. Вторая группа относится к таким призывам скептически. Тем не менее, как сообщалось ранее, в 2020 году рынок пиратского контента в мире упал на 7% в плане доходности, однако аудитория нелегальных видеосервисов продолжает расти.